МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очень классный прокат. Сейчас не буду называть цифры, потому что боюсь ошибиться. Но слышал от многих, что сумма зашкалила за все виды сборов когда-либо. Я спрашиваю, а нельзя вернуть деньги, которые дало государство, чтобы оно могло дальше финансировать следующий проект? Понимаете, я этот вопрос задавал уже два раза. По фильму «Любовь, морковь» и по фильму «Теперь уже новый фильм». При этом я очень уважаю этот проект. «Любовь, морковь» она собрала какие-то бешеные там. Я спрашиваю, а почему нельзя было отдать этих полтора миллиона обратно, чтобы оттуда финансировать? Кто же отдаст обратно? Так вот это в чем гибель российского? Не в том, что не ходят, а в том, что у продюсеров нет нядобности это все продавать. Ему дали деньги. Он их попилил немножко, там раздал, то дал. И дальше ему не надо возвращать эти деньги. Понимаете, вот в чем отличие от американского? У наших продюсеров нет мускулатуры, потому что они не отвечают за деньги, которые дает государство. А государство все время придумывает. Под видом поддержки отчасти этого кинематографа, создавая фантастические проекты, как который называется в фонд кино, ставя людей туда. Очень хороших. Я знаю Толстикова как очень хорошего человека. Но первый вопрос, который я задал, а почему Толстикова? Почему не Дон Дуреев, я к примеру говорю? Почему не люди, которые знают, как обращаться с кинематографом? Вот сейчас поставили Малышева, сына Малышева. Нормальный парень, нормальный функционер, вырвавший кино от штанишек до... И я верю в том, что я слышу уже, что теперь что-то будет разумно распределяться. А так, 4 миллиарда, знаете вам, ребята, из этих 4 миллиардов 75 миллионов, отдайте, пожалуйста, на содержание ветеранов отечественного кино. Ну разве это плохо? Плохо. Не оттуда надо брать. Так. Если дали 4 миллиарда на кино, пусть 4 миллиарда на кино. Или дайте 3 миллиарда 25 тысяч, а 75 тысяч отдайте ветеранам. 650, видимо, да? Ну да, я просто говорю, уравнивая цифры. Отдайте ветеранам. Но не давайте 4 миллиарда, чтобы потом каждый, кто хотел, говорил, а ну-ка, ребята, отстегните нам, Никита Сергеевич говорит, отстегните нам на содержание ветеранов. А так это Михалкова инициатива, да? Естественно. Естественно. У нас все теперь инициативы исходят от Никиты Сергеевича Михалкова, но почему-то потому он говорит, что он свои деньги тратит. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.